Подготовлено клубом перевод всем. Система прицеливания меха. Дисплей шлема. Количество патронов. Иконки действий персонажа. Меню управления округом. Диагностика космического корабля. Индикатор телекинеза для стула. Интерфейс крафта оружия. Колесо убийства. Это все UI, ну или пользовательский интерфейс. И его создают UI дизайнеры. В этом видео мы все об этом узнаем. Как он соотносится с визуальным дизайном. И чем он отличается от UX дизайна. Приступим. Пользовательский интерфейс. Это интерфейс, через который игрок взаимодействует с игрой. UI также иногда называют UX. Но на самом деле они значат другое. Мне так кажется. Ну-ка сейчас я уточню. Сейчас, сейчас, минуточку. Так, хорошо. UI это пользовательский интерфейс. Или вообще, ну все визуальные элементы, которые составляют интерфейс. UX это пользовательский опыт. Это целая архитектура игры. Это можно сказать, где хранится вся информация про игру, и как игрок к ней получает доступ. На практике сначала и работают UX дизайнеры. Они подбирают так, чтобы было с этим удобно работать. Они пытаются сделать так, чтобы игрок получил нужную информацию, совершив как можно меньше действий. Они как бы определяют, какие действия совершает игрок, когда взаимодействует с игрой. А затем UI дизайнеры берут этот план и создают уже визуальные детали какие-то. В идеале процесс становится еще более интуитивным и простым для игрока. На практике они должны работать вместе. Иногда даже бывает это один человек. Хорошо, давайте теперь разберемся с основами. UI дизайн следует основным принципам визуального дизайна. В визуальный дизайн входит много всего. Лого, типография, упаковки, газеты, сайт дизайн. Все, что влияет на эстетику продукта. Можно сказать, что визуальный дизайн представляет нам сложную информацию простым образом. И это нужно, чтобы люди интуитивно понимали и работали с этим. Вот поэтому важно понимать свою аудиторию. Чтобы разработать систему, в которой ваша аудитория сможет интуитивно работать, вам нужно понимать, кто ваша аудитория и как они мыслят. С чем они связаны? Где они будут, ну, скажем так, работать с этим интерфейсом? Какую информацию они хотят получить? И когда? Например, играть на компьютере – это совсем другое, что играть на мобилке или на консоли. Если вы посмотрите на интерфейс Fortnite, вы увидите, да, чем он отличается на компьютере и на мобилке. А что насчет жанров игры? В некоторых жанрах интерфейс должен быть четким и понятным, чтобы быстро выдавать кучу информации. Например, взять те же карточные игры. Или, например, 4x стратегии или симуляторы, там куча информации. Так что там нужно много интерфейса. В других жанрах, как, например, более-таки нарративные игры, там может быть минимальный интерфейс. Так как игроку не надо в реальном времени получать всю эту информацию. Но UI – это намного больше, чем просто HUD или там, ну, какой-нибудь оверлей поверх геймплея. UI-дизайнер также разрабатывает и карту уровня, экран выбора персонажа, экран инвентаря, редактор уровня, красивое древо навыков, чтение истории лора, окошки с квестами, ну и куча всего другого. Как же это все увязать вместе? Что интересно в визуальном дизайне и именно в дизайне интерфейсов, это то, что мы пытаемся создать систему, которая будет как бы увязывать всю игру. Все системы игры должны объединяться в один такой потоке, чтобы все чувствовалось, что это все часть одной системы. Это значит, что не должно быть непоследовательностей в разных частях игрового опыта. Должны быть правила для разных цветов, для текста, для позиций элементов. И то, что мы делаем здесь, должно влиять и на остальные части игры. Давайте посмотрим для примера на обновление Лиги Легенд. Сначала мы начинаем с определения дизайна, чтобы он определялся какой-то ключевой тематикой. Затем мы подбираем правила и гайдлайны. Например, там типография, иконография, цвета, язык форм, анимации. Все, что вы видите и с чем взаимодействуете в клиенте. Ключевым элементом здесь является у нас хекс-текс-магия. Включая вот такие вот штуки в общую тематику, мы создаем особое ощущение настроения. И все наши решения, касаемые дизайна, принимаются исходя из этого. Кажется, что расположение – это очень важная часть визуального дизайна интерфейса. Как же выбрать, куда отправить какие-то части? Расстановка элементов – это как пазл. И вот определять, куда пойдет какая часть – это, наверное, самая веселая часть. Расположение очень важно, так как оно влияет на то, как вы воспринимаете информацию. Например, ваш мозг строит ассоциации на приближенности слов и картиночек. Например, вот полоска рядом с именем врага показывает нам количество здоровья этого врага. А когда счетчик опыта рядом с полоской, мы видим, что мы еще очень далеко от шестого уровня. И также оно влияет на то, как быстро игрок впитает эту информацию. И в играх важная информация должна получаться очень быстро. Это значит, что если вам нравится расставлять разные визуальные элементы, тогда, возможно, визуальный дизайн и UI дизайн – это ваше. Здесь нет каких-то правильных ответов. Баланс, знакомство и интуитивность к креативным подходам – это суперинтересно. Возможно, вы заметили, что UI и дизайн в играх не статичен. Он всегда двигается и меняется, и обновляется, когда игрок взаимодействует. И вот здесь на сцену выходит мошен графика, ну или мограф. Если визуальный дизайн пытается нам передать сообщение, которое будет четко понятно, то движение отвечает за то, чтобы это сообщение четко чувствовалось. То есть мограф – это просто добавление полировки, чтобы что-то хорошо чувствовалось? Полировка – это, конечно, классно, интересно и важно. Но какой-то плохой дизайн отполировать все равно не получится. И в визуальном дизайне, и в мошен графике сначала должна идти именно функциональность. А какие-то художественные элементы уже должны дополнять это. Ну, это понятно. Плохо, конечно, что у мограф нет какого-то списка целей определенного. UI движение исходит из пяти целей. А, я этого не знал. Отзывчивость. Взаимодействия должны быть быстрыми, чувствоваться плавно и четко. Намеренность. Движения должны направлять и подсказывать вам, что делать. Осведомленность. Элементы адаптивно реагируют, исходя из своего положения. Последовательность. Типы и действия элементов используют одни и те же шаблоны движений, для того, чтобы задать знакомость поведения. Физическая интуиция. Элементы стилизируются так, чтобы подходить под игру и действия. Например, как лучше всего открыть маномикон? Ну, пулей? На движение должны влиять силы, как трение и размер. Да, например, стили движения в экране Reef Trivals. Кажется, как будто бы это бумага. А вот эти пролетающие параллакс движения на логин-скрине мирового чемпионата создают ощущение огромности и эпичности. Хорошо. Мы много всего посмотрели. Но прежде чем закончить видео, давайте просто напомним общий процесс разработки интерфейса. Начинается с UX-дизайнера. Они определяют общее расположение информации, с которым будет работать игрок. Дальше UI-дизайнер берет это все и создает элементы визуального дизайна, пытаясь создать последовательную экосистему. Также они работают с художниками в Motion Graphic, для того, чтобы подчеркнуть информацию, сообщения и направлять игрока, давать ему отзыв в зависимости от того, как он взаимодействует с интерфейсом. Ну, окей, переходим к советам. Цель UI-дизайнера не только определить эстетику игры. Цель решить проблему. Так что, если вы заинтересованы в визуальном дизайне, поиграйте в игру, найдите проблемное место и попробуйте решить его. Некоторые говорят, что хороший художник копирует, а отличный ворует. Не, ну это, конечно, такой себе совет. Мой совет в том, чтобы копировать работы других художников, которые вам нравятся и вы заинтересованы в их работах. И по пути вы изучаете множество методики и программ, и это позволяет просто расти намного быстрее, чем если бы я все сам придумывал. Так что, если вас что-то интересует, найдите то, что вам нравится из этой сферы, ну, например, в плане, там, Motion Graphic, и скопируйте это. Посмотрите, что у вас получится. Ну, и в конце, вероятнее всего, вы своих нюансов каких-то добавите. И вот это отлично. Я никогда не думал, что буду работать в играх. Ну, а почему бы нет? Я взял свои любимые игры, воссоздал менюшки и худ с них. Это было не идеально, но мне это понравилось. И я много чему научился. И вот тогда я понял, что попытка это уже половина победы. Не бойтесь пробовать. Потому что, когда у вас получится, вы поймете, что вы уже пошли далеко вперед. А дальше нужно просто отполировать. Если вы хотите разрабатывать игры, тогда приступайте к работе, прямо сейчас. Разница между вами и другими талантливыми в том, что они вкладывали в это время и силы. Нет каких-то уникальных людей, которые родились сразу с готовыми навыками и талантами. Они тратят много времени и сил, и вот таким образом они становятся профессионалами. Так что начинайте прямо сейчас. Рисуйте, анимируйте, пишите код, все, что хотите делать. Прямо сейчас. Лучший совет это пытайтесь что-то делать новое. Не бойтесь ошибок. Я постоянно делаю ошибки. В конце концов, это приведет вас к финишу. И да, настоящие художники знают, какие ошибки стоит оставить. Субтитры создавал DimaTorzok